40 лет назад я попал в ГДР, на границу между социалистическим миром и капиталистическим лагерем. Оттуда можно было посмотреть на СССР со стороны. И у нас есть хороший повод это повторить. 30 лет назад, в 1994 году, последние части покинули территории уже бывшего ГДР, освобождая места для военных баз НАТО. Мы совершим путешествие из прошлого в будущее. Вспоминая армейские байки, попробуем найти ответ на вопрос – как же так вышло, что больше нет ни ГДР, ни СССР? Восточная Германия Перед нами Восточная Германия, ставшая на непродолжительный срок своей истории Германской демократической республикой. На протяжении всей истории существования ГДР, неотделимо от нее, существовала группа советских войск в Германии – ГСВГ. ГСВГ просуществовала немного дольше ГДР, в 1991-м ее переименовали в западную группу войск РФ. Наше художественное исследование построено не на общеизвестных фактах, а на частных историях, памяти которых мы и попытаемся сохранить. Поведаем первую байку про ГСВГ и закончим, наконец, с прелюдиями. Старое здание учебки под городом Подздавом сильно заросло плющом. Рано или поздно, но это должно было случиться. В 80-х дело дошло до ремонта фасада. Перед штукатуркой и окраской потребовалось срезать ветви плюща. Как только добрались до центрального входа, то под густой листвой обнаружили имперского орла со всеми регалиями. Пришлось его по-тихому демонтировать. В те годы к подобным вещам относились проще, ведь оставалось их в ГДР еще очень много. Раз речь зашла про историю, то надо придерживаться исторического принципа. А с чего начинается человеческая история? С детства. Игрушки. Вот что в первую очередь всплывает в памяти у детей о ГДР. Германия могла похвастаться своей промышленностью, в том числе и игрушечными фабриками. Знаменитые железнодорожные модели Пика выпускаются до сих пор и пользуются популярностью. К сожалению, железнодорожные макеты в масштабе HO обладали сравнительно большими размерами и редко попадали в СССР. В основном из Германии привозили отдельные вагоны или составы. Их до сих пор можно найти на барахолках бывших республик. Выглядели модели Пика как настоящие. Малыми детьми они воспринимались не как игрушки. Это были произведения искусства, стоящие в сервантах рядом с фарфором и хрусталем. Там же стояли сборные модели WebPlastiCart, собранные детьми постарше, а то и их родителями. Любителей малого моделяжа отправим в отдельную рубрику на нашем канале. В ней можно посмотреть видео о сборке ГДРовских моделей. Еще были машинки на дистанционном управлении, несколько разновидностей. Все из них имели поворотный передний мост. Могли ездить во все стороны, у них открывались двери и капот с багажником. Багажник наполняли складные стулья и столик, чемодан с колбасой и прочей снедью, а за рулем сидел человечек с подвижными руками и ногами. Кроме колесных машинок были еще и луноходы на гусеничном ходу. Дети любили запускать их в темноте, когда спереди отчетливо горели фары, а сзади — габаритные огни. Конечно, были и куклы для девочек с мебелью и посудой. Были индейцы с ковбоями, деревянные форты для них, повозки с лошадьми и полным набором сбруи. ГДР выпускала игрушки не только для внутреннего рынка, она активно их экспортировала, а кое-какие из игрушек выпускались в других странах по договору стран экономического содружества и взаимопомощи. Но это было интересно детям, а что интересно было их отцам? Местное пиво, которое варили в каждой деревне свое. Где-то оно шло на разлив, где-то заморачивались с разливом по бутылкам. И как нет пророка в своем отечестве, так и немцы предпочитали чешское пиво. В соседней Чехословакии было все наоборот, там ценили немецкое пиво. Такова природа человека, когда мы пренебрежительно относимся к тому, что легко достается. Все, что добывается без усилий, никем не ценится. Если что-то достать трудно, если для его получения надо ехать за 3-9 земель, то ценность резко возрастает. Еще большую ценность имеет то, что было завоевано и построено предками. До поры до времени. Завоевания социализма к 80-м стали самим собой разумеющимися достижениями, их перестали ценить. Тогда всем казалось, что бесплатное жилье и образование, стабильность и здравоохранение, отсутствие безработицы, все это останется с нами навсегда. Но отложим общечеловеческие ценности на потом. Что еще было из развлечений в Германии? Была рыбалка с охотой. Многих удивляло, что в маленьких лесках между городами, которые просматривались насквозь, можно было встретить дикую козу. А ведь все эти леса были высажены людьми всего лишь столетия назад. На охотах стреляли диких коз. Из их копыт делали великолепные рукоятки для ножей. А в нашей домашней ванне частенько плавали живые щуки и караси перед тем, как отправиться на противень со сметаной. Жены и матери на память о своем пребывании в ГДР привозили обратно в Союз кухонную посуду и технику. Знаменитые сервизы и столовые приборы из мельхиора, ковры и вазы. Все то, чего так не хватало в свободной продаже на родине. Спустя 30 лет после исчезновения западной группы войск, ГДРовские сервизы все еще встречаются в обиходе, даже на противоположном конце страны. Постоянно встречаю их во Владивостоке как в сервантах, так и в эксплуатации. У ГДР было свое телевидение и киностудия. По телевизору транслировали местный аналог «Спокойной ночи малыши» под названием «Песочный человечек». Взрослым показывали местные и западные фильмы, иногда с субтитрами. Кое-что из наследствов тех лет оцифровано и выложено в интернете, желающие могут ознакомиться. Военнослужащие обязаны были смотреть всесоюзную программу время, для чего требовалась сеть ретрансляторов телевизионного сигнала. Удержимся от байки о том, за счет чего строилась эта сеть и кем обслуживалась. У нас другой вопрос, а как так получилось? Есть Варшавский договор и соглашение о взаимопомощи. В Германии полно товаров народного потребления, находящихся в свободном доступе. А в Союзе дефицит, и купить что-то можно только у перекупщиков. Ответ на заданный вопрос совсем непрост. Задача нашего исторического путешествия – найти главную причину, что привело к разрушению как ГДР, так и самого СССР. Вюнсдорф Дорф в прямом переводе с немецкого означает «деревня». Вюнсдорф давно уже не деревня, а пригород Цоссена, хотя в 80-х это самостоятельный город. Точнее, два города, но об этом чуть позже. Оставим за бортом богатую историю Вюнсдорфа. Наш период – это история ГДР. Отсюда и начинается наш рассказ. Когда советские войска освободили восточную Германию от фашизма, им в наследство осталось множество военных объектов. Вот и в Вюнсдорфе, где размещалось верховное командование сухопутных войск вермахта, расположился штаб советских войск в Германии. Помимо штаба войск, в Вюнсдорфе дислоцировалось много других частей, к ним полагались военные городки. Советские гарнизонные городки для проживания военнослужащих и их семей неотличимы друг от друга, не только на территории бывшего СССР, но и всех тех мест, куда добрались советские строители. Различались только окружающие пейзажи и местная флора фауна. По сравнению с Союзом, в Германии бросалась в глаза архитектура, дворцы, разбросанные по всей стране, старинные кирхи, многочисленные парки. Не то, чтобы чего-то подобного не было на родине, но у нас почти все это великолепие сосредоточено в обеих столицах. А так, чтобы встретить нечто подобное в деревне... Кстати, про фауну есть еще одна забавная байка. В середине 80-х командир взвода связи поздно ночью возвращался в деревеньку, где располагалась часть. Шел дождик. Фары армейского грузовика выхватили в кустах нечто. Толстая, длинная, зеленая, извивающаяся среди ветвей. Удав, подумал лейтенант и приказал остановить машину. Экипаж машины боевой бросился на поимку ползучего гада. Удав оказался всего-навсего павлином с длинным и шикарным хвостом. Так как павлины в Германии не водятся, то стало ясно, что это дерзкий побег из зоопарка близлежащего города Виттенберга. Пойманного петуха посадили под замок, на губтвахту. А по утру позвонили немцам, чтобы они забрали свою птичку. Если советский офицер не смог проехать мимо бегающего в кустах павлина, то советские бойцы не смогли пройти мимо такой экзотики, пусть и спрятанный за высоким забором. Когда немцы приехали за беглецом, хвост у него был абсолютно лысый, все перья по выдерганию. А дембеля в своих альбомах увезли домой шикарные перья. Вернемся к вопросу двух городов. В Инсдорф, как и все остальные населенные пункты, где стояли гарнизоны, был поделен на две части. По территории военного городка ходил собственный автобус, настолько он был большой. В гарнизонах поменьше регулярные автобусы возили школьников в близлежащие школы. У гарнизона все свое. Своя связь, свое электро и водоснабжение, свои пожарные и свой ГАИ. Есть даже отдельное подразделение, называемое КЭЧ, коммунально-эксплуатационная часть, обеспечивающая военный городок теплом и водой. Можно привести для наглядности пример из буржуазных художественных фильмов про Берлин, где город поделен на западную и восточную часть. Восточная часть снята на синюю пленку, там всегда идет снег и все люди одеты в серую одежду. Стоит перевалить за берлинскую стену, а там светит солнце, цветут цветы, все люди ходят в яркой летней одежде. С большой натяжкой, но что-то подобное существовало в военных городках, причем касалось это не только военных баз, находящихся за границей. Гарнизонные городки в самом СССР представляли нечто подобное. Военнослужащие проживали за забором, огороженные КПП. В гражданской части города анархия, все ходят в чем вздумаются, газоны не подстрижены, трава пожухлая, в военном городке все упорядочено и по линеечке. Трава выкрашена в свежий зеленый цвет, люди ходят с троем и ни о чем не думают. Такой порядок сложился не из тайных замыслов партийной номенклатуры по отделению армии от народа, а сугубо из необходимости иметь автономные гарнизоны на случай войны. По команде военная часть должна была подняться, погрузиться на собственную технику и переместиться в запасной район дислокации. Или наоборот, как в далеком НГДР Приморском крае. Там в случае войны должны были эвакуировать все местное население, вывезти его пароходами на Камчатку и паровозами в Сибирь, оставив на местах только военнослужащих и персонал стратегических объектов. В обоих случаях гарнизон оставался один, без окружающей инфраструктуры. Приходилось иметь все свое, в рамках разумного, конечно. Вюнсдорф мог похвастаться обширной общественной инфраструктурой. Хлебозавод, школа, бассейн и даже собственная газета. Маленькие гарнизоны жили скромнее, вынужденные за многим выходить в город. Городом называлась гражданская часть населенного пункта, где дислоцировались части. В случае Германской Демократической Республики эту часть населяли немцы. Языковой барьер вносил свои ограничения. Правда, случались ситуации, когда его умудрялись обходить. Так, например, при необходимости длительной поездки в одном купе под дегустацию русской водки и немецкого шнапса происходили задушевные беседы с местными жителями. Пора рассказать грустную байку. Престарелый немец путешествовал в поезде с советскими военнослужащими. Подпив, он начал рассказывать про свою службу на Восточном фронте. Был он снайпером и как-то раз подкараулив момент, когда на брусе Ромакова показалась офицерская фуражка, он совершил меткий выстрел. Уставившись во офицеров, сидящих напротив, помутневший взор немца слегка прояснился. Немного подумав, немец добавил. В Первую мировую. Хорошо было в Восточной Германии или на Украине. С окраиной одной деревни можно было бросить валенок и он долетал до околицы соседней деревни. Широка страна моя родная, много в ней районов с низкой плотностью населения. Многие военные городки существовали в окружении тайги или белых медведей. Там-то и приходилось жить по-настоящему в автономном режиме, как и на подводной лодке. Вспоминается еще одна байка про плотность населения. У всякой воинской части, помимо постоянного места дислокации, есть еще и запасной район базирования, куда часть выводится в случае предвоенной угрозы. На случай войны имелись еще и секретные районы, куда части выдвигались для выполнения непосредственных боевых задач. Но так как район секретный, то про его расположение никто не знает. Там даже показываться нельзя, чтобы не вскрыть позицию перед противником. В одной инженерной части пришла пора менять систему кодовых сигналов, и потребовалось вскрыть секретные конверты на случай начала войны. На штаба полка, наконец, узнал военную тайну. Взяв с собой разведчика и связиста, они поехали покататься. Так звучала их легенда. Истинной же целью был осмотр секретного района, где в случае чего им предстояло разместиться. Прибыв на место, они сильно удивились, узрев в подготовленное место дислокации. Дороги проложены, окопы выроты, капониры построены. А оказалось, что секретное место дислокации понтонного полка совпало с запасным районам танкового полка. Настолько в Германии было много советских частей и так мало свободного места. Как мы теперь знаем, не всякую войну можно называть войной. За такую и посадить могут. В надежде, что закон обратной силы не имеет, вернемся к началу 90-х. На окраинах страны загорались межнациональные конфликты, вспыхивали гражданские войны. Тогда автономность очень помогла гарнизонам как на территории России, так и бывшего Союза. Если местные жители отличались цветом кожи и говорили на местном наречии, из городка лучше было не выходить. Доходило до похищения людей. Правда, подобное случалось на Кавказе и в Средней Азии. В свежеобъединенной Германии, слава богу, подобного не происходило. На территориях, где гарнизоны размещались в окружении дружественного или русского населения, существовали свои проблемы. Выходить в военной форме не рекомендовалось. Даже детям, посещающим местные школы, не стоило распространяться о своем происхождении из семей военнослужащих. Пропагандисты из всех утюгов вещали чернуху про армию. То у них десантники с саперными лопатками гоняются за старушками, то армия все средства бюджета и сало съедает. Мало того, что аборигены всегда настороженно относятся к приезжим, а тут еще и построение капитализма и связанная с ним волна национализма. Когда каждый приватизировавший бензоколонку начинает мнить себя местным царьком. А тут ходят какие-то посторонние мужики, способные все приватизированное отобрать и вернуть в народное хозяйство. Что-то мы отвлеклись от группировки советских войск в Германии. Вернемся в русло повествования. У каждой воинской части было собственное подсобное хозяйство, как минимум свинарник и теплица. Зачастую еще и коров держали. Байка на эту тему. Было это давно и неправда в понтонном полку под деревушкой Поленсдорф. Вздох на свинарнике поросенок, его гибель заактировали, а труп закопали. Пара находчивых солдатиков выкопали труп. И на следующий день предъявили его, как еще одного вздохшего порося. История повторилась, только на этот раз лишнего живого поросенка тащили местному немцу на продажу. Хрен его знает как, но история вскрылась. Одного бойца поймали, а второй на тот момент успел гибельнуться. Отцы-командиры хотели выставить провинившегося на плацу перед строем с табличкой «вор». Но замполит уперся. Мол, не педагогично это и не по-коммунистически. Послали бойца выкупать свинью обратно. Как он потом сожалел о своем проступке. Ведь к немцу тащили поросенка вдвоем и деньги поделили пополам. А обратно подросшую и сильно раскабаневшую хрюшу пришлось волочь уже одному. В те годы в каждом детском учреждении были пришкольные сады и теплицы, живые уголки. Боевые части не отставали, они не ограничивались свинарником для утилизации объедков со столовой. На территории частей высаживались экзотические растения, при гарнизонах были собственные мини-зоопарки. У нас в полку жил ослик, с которым все фотографировались и который орал на весь гарнизон ровно в 12 часов дня. Все эти вещи помогли потом в 90-х, когда военнослужащие питались за счет подсобного хозяйства. А как насчет свинарников и теплиц в современной армии? Само собой, воинская часть не может быть полностью автономной, иначе вместо боевой подготовки бойцам придется заниматься сельским хозяйством. Теплицы и свинарники служили только для расширения разнообразия питания в столовой и для насыщения свежими овощами. Военторги не могли удовлетворить всех подребностей гарнизона. Жители военных городков постоянно выходили во внешний мир. Одно из моих самых ярких детских воспоминаний о Германии как раз связано с выходом за пределы. Я без спроса вышел за территорию гарнизонного городка. Моему взору предстала ровная прямая дорога из брусчатки и огромное пшеничное поле, по которому ездил комбайн. Поле было золотого цвета, залитое ярким солнечным светом. Новенький красный комбайн собирал урожай, и не где-нибудь вдалеке промеж леса и грунтовых дорог, а прямо у твоего дома. Левый край поля ограничивает автобан, а справа тянутся домики местных жителей. Сельская идиллия, и комбайн есть, и дороги с твердым покрытием. Каждый судит по себе. Один подполковник КГБ восхитился тому, как у немцев все рационально, богато и аккуратно. И не пойми почему решили, что достигается такой уровень жизни не долгим упорным трудом, а путем смены экономической формации. Якобы достаточно перевести экономику на капиталистические рельсы, а уж рыночек сам все порешает. Обеспечит 300 видов колбасы и шикарные автобаны. Тогда много кто так думал. Лишь единицы вспоминали слова ветеранов, попавших под конец войны в Германию, и увидевших, как живут немцы. С недоумением спрашивая друг друга, а зачем немцы полезли в Советский Союз, ведь у них уровень жизни гораздо выше, чем у русских. И если в фашистской Германии при капитализме все было так здорово, то зачем потребовалось идти на восток за бесплатной рабочей силой и дополнительным жизненным пространством. В ГДР и при социализме все было хорошо. Не зря многие восточные немцы выступают за восстановление социализма. Хотя теперь у бывших ГДРовцев появилась возможность ездить на БМВ и Мерседесах взамен пластиковых трабантов. Виттенберг Более-менее знающие историю Второй мировой или хотя бы помнящие советские фильмы про освобождение Германии от фашизма, наслышаны про встречу на Эльбе. Одна из крупнейших рек Германии стала водной границей, на которой встретились советские войска и войска союзников. Происходило это во многих местах, но нас интересует город Лютерштадт-Виттенберг. Виттенберг еще более примечательное место, куда более исторически интересное, чем Вюнсдорф. Тут находится башня Лютера, и здесь же жил человек, породивший лютеранство. Описать данную часть истории города не представляется возможным. Там исторической фактуры на десятки документальных фильмов. Мы не будем косплеить Сурена, постараемся не выходить за рамки заданного исторического периода. Начнем сначала. Захватив Первую мировую много пленных из состава колониальных войск-контанты, немцы столкнулись с проблемой размещения исламского контингента. Так появился лагерь военнопленных мусульман в Вюнсдорфе. После начала Второй мировой войны в Германии уже были опытные люди, которые знали, как можно использовать военнопленных. Да что там военнопленных, они начали угонять мирное население захваченных территорий. Прямо как в средние века, когда крымские татары бегали на Русь за рабами. Короче, в близлежащей деревне Аполлинсдорф появился филиал женского концентрационного лагеря. Сначала его узницы укрепляли берега Эльбы и строили дамбы. Переход экономики фашистской Германии на военные рельсы с одной стороны потребовал расширения производства, а с другой необходимость изъятия рабочих рук для нужд фронта. В городе Виттенберг построили завод по производству авиационных двигателей фирмы Арада. Завод частично находился под землей, трудились на нем заключенные из ближайших концлагерей. Существует городская легенда про тот самый завод Арада. Когда советские войска вошли в город, подземная часть завода была затоплена немцами при помощи шлюзов. Нечто похожее показано в фильме «Четыре танкиста и собака». ЦХ затопили и в таком состоянии они находятся до сих пор. Советская администрация не смогла найти планы помещений и систем водных шлюзов, хотя современный на тот момент авиазавод ее очень интересовал. Попытка осушения не увенчалась успехом. ЦХ тут же заполнялись водой из Эльбы. Легенда гласит, что когда воинские части сдавали свое имущество немецким властям в 90-х, то у местной мэрии нашлись планы всех подземных катакомб и кабельных трасс завода. Но было уже поздно, да и не очень интересно изучать процессы производства авиационных двигателей 50-летней давности. После освобождения узников и ликвидации вермахта в городе Лютера расположились советские войска. За 40 лет существования ГДР там сменилось несколько частей. Были танкисты и спецсвязь, за рекой стояли авиаторы, к которым приезжал герой Советского Союза Моресьев. Кстати, позывным у узла связи был Арада по имени завода, на территории которого располагались советские части. Как же так получилось? Почему в маленьком городке Виттенберг на 40 тысяч жителей есть свой зоопарк, есть исторический центр, есть несколько городских парков. Более того, все эти вещи пережили множество войн. Они существуют до сих пор, зоопарк действует, старинные здания реставрируются. Павлины продолжают убегать и носиться по окрестностям. А что в это время происходит у нас на родине? Для сравнения возьмем такой же малый городок. Приморский край, город Партизанск с таким же количеством населения. В нем нет своего зоопарка, исторические здания находятся в плачевном состоянии. Их потихоньку сносят или они разваливаются сами. Окрестные деревеньки стремительно вымирают и на месте многих из них успел вырасти лес. Если в Германии лес вынуждены высаживать люди, то в России он вырастает сам, скрывая под собой факт присутствия людей. Конечно, и в Партизанске пытаются что-то сохранить и построить. Есть свой городской парк, его недавно отремонтировали. Заново запустили фонтан, поставили детские горки и лавочки, восстановили уличное освещение. Время от времени находят деньги на побелку и покраску старых зданий. Пусть среди них и нет раритетов, ведущих свою историю на протяжении пяти веков. Работает городской музей, хотя в нем потихоньку и заменяют часть исторической экспозиции на непонятные ксерокопии. Жизнь в городке сохраняется, несмотря на стремительно тающее население. Дело в самих людях, но не в том, какой они национальности или в какой стране они живут. Наш фильм как раз стремится показать, что зачастую это одни и те же люди, что приехавшие служить в Германию что вернувшиеся потом в Россию, или наоборот, эмигрировавшие из бывших республик Союза в современную Германию. В том же партизанске до сих пор живут немцы, а в современном Виттенберге живут русские. Дело совсем не в отдельных людях, отдельных национальностях или отдельных географических пунктах. Дело в устройстве человеческого общества. Про Виттенберг можно рассказывать долго. Если кто-то хочет фильм про город Лютера, милости просим к сотрудничеству. Мы же расскажем про него последнюю историю и переместимся в его пригород, деревню Аполленсдорф. История будет про танк, про то, как в городе открыли памятник, постамент с настоящим Т-34-85. Был большой праздник с участием немцев, сохранились фотографии тех лет. А вот святые 90-е этот танк с постамента сняли, без лишней помпезности и осуждения в СМИ. Новые немецкие власти пригнали кран. И под молчаливым взором уже российских танкистов танк сняли и увезли. Мораль сей басни такова. Не стоит удивляться современному сносу памятника в Восточной Европе. Ничто не ново под луной. Демонтаж советского наследства начался очень давно, при полном непротиводействии его наследников. Много разных танков стояло в Виттенберге на постаментах. Ни одного не осталось. Чудо, хоть чашу вечного огня сохранили. Аполленсдорф Спускаемся чуть ниже по течению Эльбы, деревню Аполленсдорф. Аполленсдорф имеет не менее богатую историю, чем соседний Виттенберг. Кирха, находящаяся в деревне, была построена еще в 13 веке и стоит до сих пор. В 45-м тут состоялась встреча советских и американских войск. Мирные планы по демилитаризации Германии, выдвинутые советской стороной, провалились. Начатая Западом холодная война заставила СССР разместить в Восточной Германии собственные войска. Тут дислоцировался 27-й полк находился на месте женского концлагеря, о существовании которого сейчас напоминает лишь камни, установленные на берегу Эльбы. Лагерные бараки снесли, казармы охраны использовали для размещения личного состава. А бывшие апартаменты начальства лагеря разделили на коммуналки и использовали в качестве досов, так сокращенно называли дома офицерского состава. Домики стоят до сих пор, их используют в качестве обычных квартир. Военный городок строился силами самого полка, постепенно и очень небыстро. Сначала техника стояла под открытым небом, потом ее накрыли навесами, и только к 80-м появились полноценные боксы и склады хранения для всего имущества полка. Как это происходило, красочнее всего показать при помощи пары баек. Послалка к таком взвода связи своего бойца на крышу, провести ее ремонт. Настоящий командир должен заботиться о здоровье своих подчиненных и помнить про технику безопасности. Рядовому выдали веревку, приказали привязать ее к печной трубе, на всякий случай. Поставив задачу, всегда надо контролировать процесс ее выполнения, поэтому старший лейтенант пошел посмотреть на ход работ. Тогда он и увидел свой просчет при постановке задачи. Солдат стоял на крыше, веревка одним концом была привязана к трубе, а второй конец спускался до самой земли, поднимаясь обратно на крышу, привязанной к ремню бойца. Смех смехом, но полк был построен. Современный автопарк и автоматическая мойка, горка для автомобилей, стрельбище, подготовленное для ночных учений. Никто не забывал и о культурной составляющей. Выкопали свой бассейн, построили спортивный городок и даже фонтан. Один из катеров поставили на постамент в виде памятника. Про него потом была отдельная хохма, когда выяснилось, что он не списан и все еще числится на балансе полка. Но мы обещали пару баек про строительство. Вот вторая. В ходе подготовки к очередной проверке на одной из машин была обнаружена облупленная канистра, требующая срочной покраски. Дело происходило в советской армии, поэтому задача найди где хочешь не стояла. Была выделена краска, растворитель и краскопульт. Ничего искать не надо. Бери да делай. Но командир совершил непростительную ошибку, когда поручил это задание сразу двум бойцам, призванным из Молдавской ССР. Спустя полчаса лейтенант проходил мимо и узрел удивительную картину. Первый солдат держит на вытянутых руках канистру, а напротив него стоит второй и задувает канистру краской вместе со своим товарищем. Первый старается, вертит канистру со всех сторон, а второй не отстает, поливает все вокруг широкими движениями, чтобы подтеков не было. Как в Союзе, так и в ГДР любой маломальский коллектив заводил свой зоопарк и ботанический сад. Экзотические растения росли как на территории, так и в казармах. В полку создали зону для релаксации. В свободную минуту можно было развлечься в клубе или на большой шахматной доске. Но пора переходить от воспоминаний в постельных тонах к суровой действительности. Вот еще одно воспоминание из детства. Однажды я пролез через дырку в заборе автопарка. Ждали меня с той стороны бокса с техникой часовой на вышке яма полной воды. Яма была немаленькой, метра 4х4 и пара в глубину. Вода ее наполняющая была прозрачной, бьющая из труб на ее дне. Все бы ничего, да только в яме плавал комбинезон, то ли танкиста, то ли пантанера. Комбез плавал, раскинув пустые рукава и штанины, немного щевелясь в потоках воды, напоминая человеческое тело. Часовой с вышки молчаливо наблюдал за смельчаком, рискнувшим перебраться через забор ради острых ощущений. Как видите, беспорядок может существовать везде, не только при капитализме или в России. Был он и в советской армии. Есть и в современной Германии. Мы не пытаемся идеализировать историю или нарисовать радужными красками тот период, когда деревья были большими, трава зеленее, а девки краше. Мы ищем причину, почему наша сегодняшняя жизнь такая, какая она есть, и могла ли она быть лучше. Рослау Для сравнения посмотрим на другую воинскую часть. Тоже понтонно-мостовую, но на этот раз немецкую. Только не ГДРовскую, а времен Третьего рейха. Переместимся не только во времени, но еще немного ниже по течению Эльбы. Повернув от Аполлинсдорфа в направлении деревни Грибо, проехав насквозь городок Косвиг, мы попадаем в город Рослау или в пригород города Десау-Рослау. Кто их там разберет? Там такая же запутанная история, как и у Вюнсдорфа с Цоссеном. Какая нам разница? Ведь не замки и зоопарки Десау нас сейчас интересуют, а близлежащий рассадник комаров. Между Рослау и Десау в Эльбу впадает река Мульде. Место достаточно заболоченное, малопригодное для комфортного проживания людей. Полчища комаров атакуют рискнувших прогуляться по данной территории. Даже справить малую нужду нельзя без риска быть покусанным за мягкие места. Когда-то тут ходили войска гуситов, да и много других войск. Во времена Третьего Рейха, в непосредственной близости от Эльбы, были построены три казарма. Размещался в них отряд пионеров, специальный род войск, предназначенный для форсирования водных преград. Ближайший аналог в советской армии – это инженерные войска, или еще проще, понтонно-мостовые части. Конкретно эти пионеры, расквартированные в глубине Рейха, предназначались не столько для наступательных операций, сколько для обкатки технологий. В районе слияния Эльбы и Мульде строились всевозможные мосты и переправы, которые испытывались на настоящей военной технике. Здесь же отрабатывались различные методы строительства, а также исследовались слабые места переправ, чтобы в случае необходимости их можно было разрушить как можно быстрее. Один из таких мостов стоит до сих пор, на него можно полюбоваться не только туристам, но и всем желающим при помощи гугл-карт. К мостам и переправам должны подходить дороги. Дороги, подвергающиеся серьезной нагрузке от прохождения гусеничной бронетехники, точнее от нагрузки целых бронетанковых соединений. При этом дороги зачастую проложены по слабым грунтам, подверженным повышенной влажности и температурным переходам через ноль. Отсюда вторая немаловажная задача понтанеров – это строительство дорог. Например, 7-я советская моторизированная бригада, на базе которой создан 27-й полк, за время войны построила 117 километров дорог и отремонтировала 860 километров уже имеющихся. При Гитлере существовала военная дорога, служившая испытательной площадкой для вермахта. Путем установки дорожного покрытия разных типов и размеров, а также различных марок бетона, там проводились исследования нагрузок от машин и танков. Целью ставился поиск поверхности, на которой прижимная сила дорожного покрытия была бы как можно меньшей. Спустя почти 90 лет мы лично можем убедиться в том, какое дорожное покрытие и какой тип мостов оказались наиболее долговечными. После Великой Отечественной эта территория использовалась советскими войсками. Одно время тут размещалась 7-я понтонная бригада, а когда создали 27-й полк, то ему необходимо было найти место для летнего лагеря. Желательно такое, куда имеется дорога и где есть различные типы водных преград, где можно проводить учения, не мешая местным жителям. И как в случае с концлагерем под Аполлинсдорфом, выбор был очевиден. Под Рослау проводились учения как летние, так и зимние. Инженерно-мотостроительная рота возводила мосты через реку Мульде, и у нас есть уникальные кадры тех лет. Через Эльбу понтонные батальоны наводили паромные переправы и наплавные мосты. Спустя 30 лет от советских понтонеров осталось не очень много следов. Только дембельские надписи и забытые эмалированные кружки. Еще остались немногочисленные воспоминания, которые мы и попытаемся сохранить. Форсирование водных преград в те годы регулярно репетировались на маневрах. Реку, в нашем случае Эльбу, переплывали войска, предназначенные для захвата плацдарма. Как правило, оснащенные многочисленными плавсредствами и амфибийными машинами. После занятия противоположного берега наводились мосты. По ним танковые соединения уходили на расширение плацдарма. Пантонеры, хотя и называются инженерными войсками, все же не только инженеры для строительства мостов и дорог, но еще и войска. В их обязанности входят как заминированные мосты, так и охрана переправ от минирования противникам. Короче, наводя понтонную переправу, полк обязан выставить заставу на воде выше по течению, для обезбреживания плавучих мин и торпед, которые может сбрасывать вероятный противник, для уничтожения временной переправы. Война войной, а у нас маневры. После одного случая, когда с наводимой переправы упустили понтон и он уплыл по течению, завеса катеров, размещаемая выше по течению реки для защиты от диверсий, стала размещаться ниже по течению, для ловли упущенной материальной базы. Ведь тот уплывший понтон врезался в немецкую баржу и поцарапал ее. Баржа – это нелегковой автомобиль, который могут легко отрихтовать в ближайшей автомастерской. Баржу надо загнать в док, а покрасить ее в круг стоит целого состояния. В памяти сразу всплывает свежая история, когда единственный авианосец, адмирал Кузнецов, в коем-то веке выбрался на учение в Мировой океан, а по возвращению столкнулся с проблемой, что единственный плавучий док в стране, способный его принять, утонул прямо у пирса. Мы опять отвлеклись. Лучше расскажем байку. Идут маневры. 27-й понтонный пол готовится к переправе. Ниже по течению Эльбы разместили заставу. На форсирование реки пошли передовые войска. Один из БТРов заглох и поплыл по течению. Пантонеры, находящиеся в заслоне, спокойно сидят и курят, прикидывая, что заглохший БТР доплывет до них еще не скоро и утонуть не успеет. И тут видят, что по берегу бежит полковник и громко орет. Бегающий полковник – это не к добру. И точно, оказывается, что заглохший БТР – это командная чайка, у которой на борту знамя полка. Тогда на учения в обязательном порядке брали боевые знамена, а за их утери могли воинское подразделение расформировать. Но мы отвеликлись, ведь наша цель – не старческие воспоминания сорокалетней давности, а исследование того, куда все это исчезло и почему. Исследование всего лишь художественное, поэтому расскажем еще одну байку напоследок. Войсковая часть, вдвигаясь на учения, берет с собой огромное количество вооружения и аппаратуры. Увести все это за один раз невозможно. Если в условиях армейских учений вернуться в расположение части за невместившимся имуществом еще возможно, то в условиях войны необходимо вывести все и сразу. Штатного количества грузовиков недостаточно, поэтому грузовикам полагаются прицепы, как открытые, так и с кунгами. Когда новые грузовики с прицепами приходят в часть, происходит оптимизация, то есть изъятие прицепов у подразделения и перекладывание их содержимого куда придется. В те годы это называлось рационализацией. Вы спросите, зачем понадобилось отбирать прицепы, пусть и с утепленными кунгами, тем более в боевой части, стоящей на границе с потенциальным противником и готовой в любой момент сорваться с места. А ведь от выкинутой начинки прицепа зависят жизни как военнослужащих, так и мирного населения. Конец 80-х, идут учения, через Эльбу наводится понтонная переправа. Рядом удобный наблюдательный пункт на металлической конструкции, прозванной крейсером. С него начальца следит за ходом работы. А рядом стоит один из оптимизированных прицепов. Заглянув внутрь, можно увидеть абсолютно пустой кунг, посреди которого стоит одинокий унитаз. В своем исследовании мы наконец добрались до проблем позднего союза. Осталось разобраться, как так получилось и почему. Присмотримся повнимательней к отдельному сообществу людей, собранных в деревне Аполлинсдорф. ПОНТОННЫЙ ПОЛК На случай войны или природных катаклизмов существуют специальные мотостроительные части из состава инженерных войск. Они могут навести переправу несколькими способами. Самое простое – это построить мост. Единственная сложность – процесс это небыстрый. Можно сделать наплывной мост, составленный из понтонов. Ну и на худой конец – быстро навести паромную переправу. В 1943 году была создана 7-я понтонно-мостовая бригада, которая дошла до Берлина. После победы ее перебросили под Рослау, а затем перевели в город Магдебург. В результате хрущевской реформы на базе штаба и двух понтонно-мостовых батальонов был сформирован 36-й понтонно-мостовой Лодзинский краснознаменный орденов Суворова и Кутузова полк. Почетное наименование и награды бригады остались в 36-м ПМП, расположенном под Магдебургом. Оставшиеся два понтонно-мостовых батальона 7-й бригады были передислоцированы в Аполлинсдорф, где на их базе сформировали 27-й ПМП без почетного наименования и наград. 27-й понтонно-мостовой полк был подчинен непосредственно начальнику инженерных войск ГСВГ и имел не совсем обычный состав. В него входила полноценная мотостроительная рота по прозвищу Бобры и два понтонных батальона. Оба понтонных батальона состояли сразу из трех рот, что позволяло наводить сразу три переправы через Эльбу, ну или две через речку покрупнее. Полк находился в прямом подчинении группы войск, а значит и задачи на него возлагались не в интересах отдельных соединений, а сразу всей группировки. Например, с его помощью можно было навести переправу через Рейн. И даже не одну переправу. У 27-го полка был двойной набор понтонного парка, в отличие от других понтонеров армейского подчинения. 27-й, наведя переправу через одну реку, ставил понтоны на якоря и выставлял охранение и обеспечение. А водители Кразов тем временем мчали в расположении части, за вторым комплектом понтонов, для наведения уже следующей переправы. Кстати, есть байка про якорь. В ходе очередных учений заглок спущен на воду катер БМК, и вместо того, чтобы помогать составлять понтоны, он поплыл вниз по течению. На борту буксирно-моторного катера грустит солдатик в ожидании своего спасения, а по берегу бежит замком полка и орет «Бросай якорь!». Боец показывает якорь и говорит, что он без веревки и не привязан, но подполковник не слушает его отмазки и продолжает орать «Бросай!». Делать нечего, приказ есть приказ. Якорь был сброшен в воду и с тихим всплеском ушел на дно. А катер со своим пассажиром поплыл дальше по течению Эльбы. Еще в состав полка входили ремонтная рота, взвод связи и взвод инженерной разведки, хозяйственные и автотранспортные взвода. Для обеспечения всего вместе имелся полковой медпункт и клуб. Под конец существования полка в него добавили взвод музыкантов и телецентр. Полк имел достаточно скромный штат 800 человек. За время существования прошел несколько перевооружений, заступив на службу с ЗИС-157 и закончил свое существование с понтонным парком, возимым на КРАС-255. Промежуток между Захаром и Лаптежником занимал КРАС-214. Обновляли и модернизировали не только технику, но и вооружение. Так, от АК-47 до АК-74 полк прошел через массу других вариантов Калашникова, как складных и укороченных, так и до полноразмерных автоматов. В 80-м заменили АКМ на АК-74, уже в 86-м АК-74 поменяли на АКСУ. Где-то в промежутке был АКС. К концу 80-х бардак только нарастал. Судя по фото 91-го года, на присяге опять использовались АК-74. Все это перевооружение туда-сюда-обратно, бессмысленное и бесперспективное, сопровождалось большим количеством мартышкиного труда. Вывести со складов все имеющееся вооружение и привести новое. Постановка на учет и инвентаризация. Продемонстрируем, как это происходило на практике, еще одной байкой. Перед тем, как сдать на хранение старое оружие и принять на вооружение новое, необходимо отстрелять лишние патроны, которые не положено сдавать на хранение. А принятие нового вооружения требует проведения учений по его освоению. Значит, настрел еще и дополнительного боекомплекта, выданного на освоение новой техники. Если перевооружение происходит перманентно, то на стрельбище начинают гонять личный состав каждый день. Неделю или две каждодневного хождения на стрельбище еще можно пережить, но когда это длится дольше и отвлекает от основных задач, стрельбы начинают напоминать рутинную работу. Основных задач никто не снимал, а тут еще и бесполезно отстрел патронов. Итог предсказуем. Военнослужащий, получивший свой боекомплект, вместо похода с ним на стрельбище, ищет близлежащий куст. Проковыряв носком сапога небольшую ямку, он сбрасывает туда свои патроны и прикопав их, радостно идет по своим делам, не заморачиваясь по следующей чистке оружия. Мораль сей басни непроста. Понятно, что обновление старых ЗИСов на новые КРАЗы – необходимость, они изнашиваются за годы службы, и перевооружение на новые укороченные автоматы со складными прикладами для инженерных войск – благо. Но вот обратное перевооружение на длинноствольные автоматы вызывает вопросы. И прежде всего, вопросы у их пользователей. В позднесоветский период все ближе подталкивает нас к выводам, а почему все произошло так, как оно произошло. Не проводя параллели или каких-либо аналогий, вспоминается еще один метод – как можно наказать человека или сразу нескольких людей. Можно их побить, но это требует физических усилий. Можно подвергнуть их лишениям, но опять же это происходит без какой-либо пользы для окружающих. Можно заставить принудительно работать, желательно на тяжелых работах. В этом варианте все хорошо, и люди наказаны, и польза от наказания имеется. Есть только один маленький штрих – человек, занимающийся полезной деятельностью, видит результат своего труда и видит цель, по достижению которой его мучения закончатся. Например, работы по укреплению берегов Эльбы. Рано или поздно, но на всем протяжении реки, появятся дамбы и волнорезы. У людей теплится надежда, что скоро все это закончится, а человек с надеждой готов продолжать сопротивляться и бороться за свою жизнь. А как сломать человека так, чтобы убить в нем всякую надежду и подавить всякое сопротивление? Надо сделать его труд бессмысленным и бесперспективным. Например, заставить таскать камни из одного угла, каменоломни в другой, а потом обратно. Таскать без какой-либо цели или видимого окончания процесса. Еще древние греки описали такой вид наказания под названием «сизифов труд». Что-то мы отвлеклись, вернемся от древних греков к понтонному полку. Может показаться, что 800 человек – это не очень большое количество людей. Однако все познается в сравнении. В ближайшем городке Виттенберге проживало на тот момент 40 тысяч человек. Перекинув в уме, получаем, что полк составляет 2% от населения города, что является большой мобилизационной нагрузкой для местного райцентра. А посчитав необходимость замены солдат срочной службы каждые 2 года, мы вообще получим непосильную мобилизационную ношу для такого городка. Выход один – собирать людей со всего Советского Союза для наполнения полка кадрами. Так и получилось, что за 40 лет существования полка, с учетом замены рядового состава каждые 2 года, и командного состава раз в 5 лет, через него прошли тысячи человек, а были еще и семьи военнослужащих, проживающие с ними рядом, фактически на территории части. Через полк прошли люди со всех краев бескрайней Советской Родины, как русские, так и представители кавказских народов. Жители Средней Азии, Прибалтийских республик и восточноевропейские народы. Буряты-украинец спали на соседних койках, ели из одного котелка, все дружно несли службу по обороне своей общей Родины. Полку повезло, ему не пришлось повоевать. В музее и на боевом пути части были отмечены заслуги 7-й понтонной бригады. На центральной аллее полка размещались портреты героев Советского Союза из состава бригады. Но даже мирная жизнь связана с опасностями, тем более при работе на воде. В истории полка были несчастные случаи со смертельными исходами. Не будем говорить о грустном, а то придется искать виновных, лучше расскажем еще одну байку. Для сброса понтона в воду водителю КРАЗа необходимо сдать задним ходом прямо в реку, после чего понтон съезжал по направляющим и раскрывался уже на воде. Но бывали случаи, когда водитель сдавал чуть дальше положенного или грунт уходил из-под колеса его машины. Тогда речное звено, погрузившись слегка в воду, начинало всплывать и тащило за собой тяжелую 12-тонную машину. Уносимый течением понтон тащил на себе, а точнее сказать, под собой грузовик. На поверхности оставались стрчать только крыши кабины и покатые края понтона. Мокрому водителю ничего не оставалось, как залезть на крышу и ждать спасения. Остроту подобным случаем придает то, что часть учений проводили зимой, во время ледоходов. В полку постоянно чувствовалась нехватка людей. Штат был урезан, хотя полк и находился на границе с НАТО и в случае чего должен первым пойти в бой. Мало того, что экономия численности боевого состава заставляла на одного водителя краза навешивать обязанности свинопаса и кочегара, так еще и попытки одеть бойца в полный комплект амуниции заканчивались тем, что бедняга не мог устоять на ногах. Классическая ситуация. Из опыта большинства стран мира. Приходят покупатели на призывной пункт и выбирают себе призывников. Первыми выбирают разведчики и десантники, потом идут танкисты и все остальные. Покупатели от инженерных войск идут в самом конце и забирают себе все, что осталось. Выбирают, конечно же, не из самых последних. Все же отбор вели для западной группы войск. Тем не менее, в результате подобного отбора в понтонный полк попадали разные люди. Обязательно в хорошей физической и моральной форме. Остальные качества отбирались по остаточному принципу. Вот ее одна история в тему. Пришел боец в полк, телефонист по специальности. Его спрашивают, чем занимался на гражданке. Он честно отвечает, что был водителем краза и ремонтировал на нем передний мост. Радости командования нет предела. На полноприводном кразе, да еще при постоянной эксплуатации в воде, передний мост вызывал головную боль. Срочника сразу попытались перевести из вода связи в ремонтную роту. Но тут вмешался ком взвода с глупым вопросом. А на каком кразе работал боец на гражданке? И тут выясняется, что краз был гражданский, с простой двутавровой балкой в виде переднего моста. Профессиональные навыки навыками. Но существовала еще одна проблема, языковой барьер. На этот раз не с немцами. Многие призывники были из глухих кишлаков и аулов, зачастую плохо знавших русский язык. Большевики всячески поддерживали местную культуру. Советская власть дала письменность многим народам, которой до этого у них просто не было. Развивала национальную литературу и искусство. С набранными в армию из окраин призывниками были сложности не в том смысле, что их трудно было научить разговаривать на русском. С этим справлялись легко и быстро. Проблемы были в том случае, когда люди одной национальности сбивались по подразделениям и начинали строить землячество. Но для борьбы с подобными явлениями существовали замполиты и комсомол. Они подобного старались не допускать. Расскажем еще одну веселую байку и продолжим серьезный разговор. В полку у командира взвода материального обеспечения жила собачка по кличке Тобик. Начальник штаба терпеть ее не мог. Зима 86-го года. Учение в районе деревни Кенарт. Утренний развод проводит на штабах. Он затронул тему отхожих мест. Мол, общий туалет слишком мал и бойцы ходят по большой нужде, куда им вздумается. При этом накладывают такие кучи, что даже Тобик их не сможет перепрыгнуть. И как только майор произнес кличку песика, тот мигом примчался на место проведения развода и сел у его ног. Смех смехом, но в конце 80-х не все было радужно как в самом Союзе, так и в ГДР. Остро чувствовалась нехватка людей и специалистов. Это при капитализме. В любой стране существует армия безработных, которую периодически пополняют за счет безработных из других стран. Социализм действует совсем наоборот. Там все граждане равны. При Союзе не было термина гастробайтер, его породил капитализм. Но об этом в следующей главе. Гастробайтер, приглашенный рабочий. Термин немецкого происхождения, крепко проникший в современный русский язык. Термин относительно новый, а вот явление старое. Помимо эвфемизма, обозначающего добровольный переезд рабочего в другую страну для ведения трудовой деятельности, существует еще масса схожих терминов, как правило, немецкого происхождения. Выше уже затрагивали тему остербайтеров, рабочих, насильно привезенных во время войны в Германию, для работы на пользу местных эксплуататоров. Может сложиться впечатление, что подобные явления связаны с Германией или на худой конец с капитализмом. Ведь именно с развитием капитализма в России данный термин укоренился в русском языке. Однако не все так просто. Было нечто подобное в ГДР. Причем все в том же Аполлинсдорфе. Точнее, в его северной части, где был небольшой рабочий городок Норд-Аполлинсдорф, населенный трудящимися с химического завода Виттенберга. Жили в этом городке преимущественно приезжие рабочие. В основном из Польши и Югославии. На этом моменте так и подмывает отпустить шутку про историческую преемственность, но будем держать себя в руках. Не из чувства такта или страха перед законодательством. Схожие внешние признаки не означают сходность самого явления. Волк, облизывающийся на отару овец, внешне очень похож на овчарку. У всех есть по четыре лапы и по одному хвосту, все покрыты шерстью, а в челюстях полно зубов. Но, несмотря на схожесть внутренних и внешних свойств, сущность у всех разная. Овец растят на шерсти мяса, собак разводят для охраны стада, а волки должны исполнять обязанности санитаров леса. Развитое химическое производство, позволявшее ГДР производить великолепные игрушки и другие промышленные товары, требовало огромных заводов, длинных железнодорожных станций и разветвленную систему логистики. Химзаводу требовалась большая свалка для отходов, которая находилась между деревенькой Грибо и Аполлинсдорфом, как раз за стрельбищем 27-го понтонного полка. Обслуживать все вместе должны люди. Это рабочие места для жителей Виттенберга, Аполлинсдорфа и Грибо. Но Виттенберг с населением в 40 тысяч слишком мал для обеспечения серьезного производства. Заводу требуется не только свалка и железнодорожная развязка для подвоза сырья и вывоза готовой продукции. Рабочим завода нужно ходить в парикмахерские и ателье. Их детям нужны школы и культурно-образовательные учреждения. Возникает необходимость в зоопарках и ботанических садах, музеях и кинотеатрах. На улицах появляется масса торговцев и магазинчиков под всевозможные товары. Советские дети обожали мороженое и сосиски, продаваемые на улицах Виттенберга. Стоит упомянуть, что и современные дети любят их не меньше. Спустя 30 лет не могу забыть тот вкус. Казалось бы, что может быть проще, чем булочка и сосиска с горчицей? Сегодня можно зайти в любой супермаркет, купить там сардельку, булочку и французскую горчицу. Но вкус будет не тот, как и вкус мороженого или местного йогурта в полулитровых бутылках из-под кефира. Немного отвлеклись, давайте вернемся в русло повествования. Большому заводу нужно много рабочих рук. Даже в ГДР с их плотностью населения и большим количеством крупных городов не хватало рабочих. Приходилось набирать со стороны. Местные жители при этом начинали подстраиваться под приезжих. Только так маленький городок может позволить себе собственный зоопарк, который будет существовать за счет туристов. Местные музеи будут посещаться гораздо чаще, чем краеведческий музей какого-нибудь партизанска, где последнего приезжего видели 7 лет назад. Лоточнику из Виттенберга всегда хватит покупателей среди туристов. Соседняя народная республика Польша не могла похвастаться столь же развитой промышленностью, да и война по ней прошлась гораздо более жестоким образом. Не вдаваясь в подробности, просто отметим, что так исторически сложилось. Советская власть всячески боролась с промышленным отставанием некоторых отдельных регионов, например, развивала автомобильную промышленность. Именно тогда появилось изобилие отечественных автомобилей, производство которых смогло пережить лихие 90-е и закончилось в стабильных 2000-х. Не все вспомнят про существование таких автомобилей, как Ерас или Колхида, Раф или Жук, стремительно исчезают с улиц последние Зилы и Ифы. Огромный зоопарк отечественного автопрома служил для занятости местного населения на производстве. Необходимо было пристроить к делу освобождающиеся из сельского хозяйства рабочие руки. Советская экономика служила на благо всех людей, не только пристраивая людей к делу, но и снабжая их передовой техникой. Капиталистическая экономика способна только к максимизации прибыли, когда дешевле и выгоднее получить дополнительные рабочие руки из стран третьего мира. А если нет подходящей страны, то ее всегда можно создать, уничтожив местную промышленность экономическими методами. Не помогают экономические санкции? Можно пойти политическим путем. На худой конец всегда можно решить проблему при помощи гуманитарных бомбардировок, пополнить заводы Германии рабочими из бывшей Югославии, готовыми работать за еду, лишь бы сбежать из родной страны. Но вернемся во времена Союза. В самом СССР наблюдались проблемы с нехваткой местного населения. Надо было строить новые заводы и фабрики, к ним приходилось строить новые города. А работать и жить в них приезжали специалисты со всей страны. А если быть более точными, то со всех республик Советского Союза и еще немного из других социалистических стран. Причем не низкоквалифицированная рабочая сила, а подготовленные в ПТУ и вузах специалисты. Это сегодня приехавших на стройку БАМ-2 людей из других стран называют пренебрежительно гастробайтерами. При создании всесоюзной стройки БАМ-1 туда призывали комсомольцев, лучших из лучших, молодежь, полную сил и знаний. Платили им за труд не по три копейки, как сейчас. Тогда в тайгу заманивали длинным рублем и массой льгот. При рабовладении людей на работу загоняют палкой. При капитализме людей на тяжелую работу загоняют при помощи экономических условий, ставя перед выбором сдохнуть на теплотрассе или на производстве. Фашисты догадались совместить оба способа для еще более эффективного выдавливания прибавочной стоимости из рабочих. И только при социализме за равный труд положена равная оплата, когда офисный клерк получает меньше профессионального рабочего на заводе. Еще одна байка на данную тему. Как-то в ноябре 85-го года в особенно холодный противный день проходили учебные занятия 3-й роты 27-го полка. Наведя понтонную переправу силами своей роты, бойцы возвращались в расположение части, благо она находилась рядом. Через шоссе и деревни находилась небольшая горка, на которой располагалась РЛС и пара домиков для персонала ее обслуживающего. Шли отельбы, промокшие и продрогшие пантанеры. По пути в столовую им встретилось трое солдат с горки. Стояли они возле кочегарки после посещения бани. Все такие румяные, довольные службой, главное сухие. Черная зависть вспыхнула в сердцах третья роты. Возведение переправ сложное гидротехническое мероприятие, требующее инженерных кадров. Мораль всей байки такова. Недостаточно просто выучиться на специалиста. Нужно еще знать, на кого учиться, чтобы всегда быть сухим и румяным. С каждого по способностям, каждому по потребностям. Такую цель преследовали русские и немецкие коммунисты, но не смогли ее достичь. Сегодня мы живем в мире, где за опасную и тяжелую работу на строительстве сложных инженерных сооружений платят сущие копейки. Едут на такую работу совсем уж обездоленные работяги, отчего результат поддомных строек не отличается качеством и долговечностью. Приличную зарплату платят только в столицах, таких как Берлин и Москва, и, как правило, платят не за работу, связанную с созданием новых заводов и фабрик, а за финансовые махинации и спекуляции на рынке цветных бумажек. Для тяжелой и низкооплачиваемой работы возникает потребность в гастробайтерах. Остается только вопрос, каким способом заманить их на копеечную работу из родной страны. Может устроить войну, чтобы население поднялось с мест и начало искать безопасный угол? Давайте рассмотрим другой пример, когда возникает необходимость поднять людей с насиженных мест и собрать их в отдельном городке на другом краю страны. Это не обязательно должен быть военный городок, главное, чтобы дело происходило при социализме. У всех на слуху город Припять, созданный на ровном месте и заселенный персоналом атомной станции. А ведь подобных городков было великое множество. Почему было? Это Припять обезлюдила по техническим причинам, а вот масса других городков исчезла по экономическим соображениям. И если еще не все они исчезли, то исчезнут в ближайшем будущем. Ведь старые заводы там не работают, а новые никто не построит. Местное население уезжает в поисках работы или убывает естественным путем. Сегодняшний день Современный Виттенберг по-прежнему может позволить себе содержать зоопарк и реставрировать старинные здания только до тех пор, пока на его территории действуют промышленные предприятия. Без них нет рабочих мест, а значит нет и рабочих. Без рабочих нет денежных средств и покупателей сосисок с булочками. Некому будет кататься на лодочках в местном парке и есть мороженое. Городу Лютера повезло, хотя он и лишился советских воинских частей, территории которых теперь пустуют. Зато там сохранилась промышленность. Находящийся в 13 тысячах километрах город Партизанск лишился обоих крупных заводов. Почти остановлена химическая фабрика, расформированы военные части. Нет рабочих мест для местного населения, оно вынуждено искать источники пропитания в других городах. Сюда незачем приезжать людям из других регионов. Местным жителям некому продавать сосиски и незачем содержать зоопарк. Выведены из ГДР гарнизоны. Зачастую выводились в чистое поле или в чистую тундру или другие не приспособленные для этого места. Но не стоит сильно переживать по этому поводу. Части все равно расформировали только чуть позже, а их вооружение попилили на металл. Некоторым формированиям повезло больше, их ликвидировали на месте, без мучительного возвращения на родину. Именно такая судьба постигла 27-й понтонно-мостовой полк. Созданный в ГДР, он 40 лет простоял на одном месте и лишь немного пережил страну, которая его породила. Понтонные полки, дислоцировавшиеся в России, тоже не пережили разрушение СССР. Быстро или не очень, но от Горбачева до Сердюкова их всех расформировали. Правда, потом спохватились, когда внезапно вспомнили о необходимости форсирования водных преград. Выводы каждый сможет сделать сам. Мы же продолжим исторический обзор. Судьба ГДР и СССР известна. Историю каждой отдельной части из ГСВГ можно посмотреть в интернете. А как же люди там служившие? С распадом Союза все вернулись по домам, а дома начинали уже подгорать. Приднестровье и Закавказье, потом сам Кавказ и Средняя Азия. Полыхает до сих пор. Бывшие сослуживцы нередко одного года призыва и даже из одного и того же полка оказывались по разные стороны линии фронта. Может показаться, что спустя столько лет все, кто служил в Германии, давно должны быть на пенсии. И даже не на военной пенсии, а на гражданской. Тем не менее, демографическая ситуация со всех сторон сложилась такая, что воевать больше некому. Данная страница истории еще не окончена, переворачивать ее слишком рано. Многие участники событий продолжают творить новейшую историю. Давайте остановимся на этом моменте и перейдем к выводам. Как же так вышло? Чему нас учит наука логика? Тому, что все в этом мире диалектично. Причинами разрушения СССР называют экономические трудности, отставание технического прогресса, бесконечную попытку догнать и перегнать Запад. Нельзя не считаться со столь серьезными причинами, но мы можем посмотреть на экономику ГДР. Там ситуация с промышленностью была гораздо лучше. Восточные немцы жили в более экономически развитом регионе. Они обеспечивали товарами себя, активно занимались импортом, имея прекрасный рынок сбыта в виде стран экономического сотрудничества. Однако их это не спасло. Еще была холодная война, требовавшая огромных затрат на ВПК и армию. Могла ли война в Афганистане надорвать пупок Советскому Союзу? Наверное, не могла. По крайней мере, сама по себе, как единственный фактор. Сороковую армию вывели еще до развала СССР. Опять же, у ГДР не было такой финансовой нагрузки в виде армии. Национальная народная армия Германской Демократической Республики была не очень большой, сейчас бы ее, наверное, назвали профессиональной армией. Основные задачи по обороне границы выполняла армия советская, попутно наполняя бюджеты местных деревень и городков, закупая продовольствия и товары народного потребления, посещая местные музеи и зоопарки, скупая сувениры и используя местную транспортную сеть. По ходу фильма был задан вопрос про дефицит товаров. В ГДР дефицита не было, как и в многих других странах Варшавского договора, да и не во всех советских республиках. А там, где был дефицит, то создан он был искусственно. Товары производились в необходимом объеме, а вот распространяли их не через официальные магазины, а через спекулянтов с трехкратной наценкой. ГДР исчез раньше Союза и точно исчез по политическим причинам. Как это часто бывало в большой европейской политике, целые страны выполняли роль разменной монеты в больших имперских играх. Никто не спрашивал правительство Германии, как и других стран. Их просто поставили перед фактом, что гарант их независимости отдал их свободу западному империалистическому хищнику за обещания внеблокового статуса. И мы до сих пор слышим отголоски тех обещаний, когда люди из телевизора пытаются припомнить НАТО те самые договоренности. Договор договором, а денежки врозь. Попав без боя в сферу влияния США, выйти оттуда без боя не получится. А пока всем бывшим разменным монетам необходимо затянуть пояса и всячески помогать своему хозяину. Покупать у него товары с тройной наценкой, отказываясь от более дешевых предложений своих соседей, а то и прямо оказывать военную помощь. Не надо удивляться, когда военная техника и боеприпасы советского производства из стран Варшавского договора попадают в горячие точки. Мы сами все бросили. Отбросим и насказание. Не секрет, что ГСВГ существовало для вполне конкретных целей. На случай войны войска, стоящие на тех рубежах, должны были дойти до Ла-Манша. Их готовность к этому была гарантией безопасности от неядерного конфликта в Европе. От ядерной войны Союз защищали войска РВСН, ракетные войска стратегического назначения. В ходе повествования мы вставляли кадры из документального фильма 1988 года под названием «Мы понтанеры». Он лучше всяких слов демонстрирует взаимодействие инженерных и ракетных войск. Только вместе они отделяли мир от ядерной зимы. Сегодня граница отодвинута на много сотен километров. Был ли шанс сохранить ГДР и СССР? Наверное, нет. Люди того общества все меньше уделяли сил и внимания политической борьбе. Это при капитализме хорошо, там политикой занят правящий класс, то есть класс капиталистов, который в погоне за прибылью ищет себе новые рынки сбыта и источники дешевой рабочей силы. В условиях, когда весь мир поделен на сферы влияния, найти рынки и рабочих негде, их можно только создавать путем политики и войны. В социалистическом обществе нет необходимости в постоянном поиске новых колоний. Правящая партия и так заботится о населении, ищет возможности улучшить их материальное обеспечение, охраняет от эксплуатации человека человеком. Но стоит политической верхушки прогнить, захотеть персональную яхту и самолет взамен казенной чайки, как оказывается, что противостоять им некому. Можно творить все, что душа пожелает. Начиналось все с индивидуального теплого унитаза в Кунге, а закончилось унитазами из золота в огромных особняках. Или еще не окончилось? Пусть каждый сам ищет ответы на заданные вопросы. Мы же остановимся на лозунге, породившие и СССР, и ГДР. Пролетарии всех стран. Соединяйтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...